Хей! Я заметил, вам нравятся аккаунты с сотым рейтингом. Давайте наберём 4500 лайков, до завтрашнего дня я сделаю ярче конкурс. С вас лайк, обязательно подписка на канал и на мой инстаграм. Всем приятного просмотра! Друзья, с вами Влад Капуста. Сегодня я хочу создать немного необычную рубрику, которая у меня будет находиться на канале на протяжении одного месяца. Я буду приобретать аккаунты с рейтингом 90 и до рейтинга 110+. Мы посмотрим, как у нас эта рубрика зайдёт. И я вам расскажу, для чего это всё сделано. Я это делаю не просто, потому что, бах, я хочу заработать денег на продажу аккаунта и всё. Нет, я хочу с вами поделиться теми проблемами, которые у меня возникли во время того, как я покупал аккаунты. И что я вам хочу посоветовать сделать. Для того, чтобы у вас не возникало этих проблем во время продажи аккаунта и также во время покупки аккаунта. Так как, я думаю, то, что многие из вас сталкивались с опытом, когда нужно приобрести аккаунт, либо взять и продать, вам уже надоела эта игра, думаете, бля, какая она уже дотошна. Я хочу перейти на куда, например, в WoW, либо что-то такое ещё. Но не связано с FIFA, так как, ну, она имеет свойство надоедать со временем. Ну, хотя потом, через некоторое время хочется обратно взять и вернуться в эту добротную, интересную игру, которая затягивает, да и безумно радует нас постоянно. Пожалуй, начнём с ключевых аспектов. Рейтинг состава, резерв состава, прохождение, которое уже сделано, либо будут сделаны в скором времени. Там осталось совсем чуть-чуть пройти. Является ли этот аккаунт, который мы приобрели, владельцем какой-либо из лиг? Так как лиги также стоят денег и лиги можно перепродавать. Пятый аспект, который, я думаю, каждого из вас заинтересует. Каждый человек, который приобретает аккаунт, в этом аккаунте есть количество доната. Вы можете его перепроверить тем, что вы зайдёте в любую лигу, и там будет написано, какой у вас значёчек. Например, серебро, это очень мало доната. Бронза, вообще мало доната. Это там, я думаю, был донат только за валюту, реальную, игровую. Ну, а если там красный значок, то думаю, что лучше всего воздержаться от этого аккаунта. Обладая минимальным количеством средств, у вас была такая мысль, чтобы взять и приобрести аккаунт. Впадало самому, на самом деле, проходить некоторые компании. Впадало качать состав. Потому что, грубо говоря, вы качаете, вы тратите на него множество денег, конечно, и времени тратите. Очень много. Но иногда бывает такое, что хочется взять сразу и сразу почувствовать эту мощь, когда, например, у аккаунта рейтинг 105, 107, 110, а то и выше. И вы думаете, бляха, надо потратить денежку и купить себе аккаунт. Вы такие заходите во все группы ВКонтакте, которые только существуют по FIFA Mobile. Смотрите, там какой-то лошара пишет. Продам за 1000 рублей аккаунт с рейтингом 105, 110. Вы думаете, ебать он лох. Надо пользоваться моментом, надо покупать у него аккаунт. Через Гаранда 100%, там уже будет все известно. Я зайду на аккаунт, он проверит. Да, и там аккаунт будет чисто мой, я буду им пользоваться, да и всех нагибать. Хорошо, вы взяли через Гаранда себе аккаунт. Проходит, например, сутки. И через сутки начинаются входы лишние в этот аккаунт. Не только вы, оказывается, сидите на этом аккаунте. Вы думаете, что это такое? Мы купили себе аккаунт, мы на фейсбуке взяли, поменяли все пароль, логин сменили. Все, наша привязка стоит. Какого хера заходит какой-то другой человек? Начинайте писать тому продавцу. А продавец говорит, дружище, ты что-то попутал, мы с тобой даже не знакомы. И берет и сбрасывает в вас черный список. Вы думаете, ну, хорошо. Сейчас еще раз зайду в фейсбук, поменяю все данные. И сейчас его выброшу с этого аккаунта. Не тут-то было, друзья. В этой версии FIFA Mobile, да и в прошлой, остался все тот же самый баг. Смотрите, есть три привязки. Первая, фейсбук. Фейсбук реально поменять данные, реально все сменить. И реально вернуть себе аккаунт, если этот человек перевязал себя только на фейсбук. А гугл, да и ios не тролл привязки. Вот тогда, вправду, реально все сделать, чтобы было все хорошо и больше к вам этот человек не зашел. Но скажу так, многие из тех ребят, которые продают, они уже продали этот аккаунт человек так десять. Десять человек может находиться на одном и том же аккаунте. Как это все совершается? Смотрите, какие действия. У меня, например, есть Samsung Galaxy S8. Он на андроиде. Я захожу в этот аккаунт, привязываю этот аккаунт к гугл-системе. После этого я привязываю этот аккаунт к фейсбуку. И беру, просто-напросто продаю свой аккаунт с привязкой фейсбук. Но гугл-аккаунт у меня остается. И я на этом гугл-аккаунте могу находиться столько времени, сколько я захочу. Я могу этот аккаунт перепродать хоть сто человек через фейсбук. И как ни крути, я смогу заходить на этот аккаунт. Они меня не смогут даже выбросить с этого аккаунта Конечно, если я не буду заходить, то тогда у меня будет конфликт входа И все, конфликт входа Ну, посижу вместе с ними на аккаунте, если что Буду удалять там по чуть-чуть игроков Хотя даже удалить игроков нету возможности, друзья Самое такое смешное то, что когда игроки у вас с рейтингом 105-110 в составе Вы их не сумеете удалить Знаете почему? Потому что, например, их нельзя удалить А второй нюанс, который бесит больше всего То, что можно их просто-напросто взять и скормить другому игроку Но для того, чтобы скормить, нужно иметь огромное количество монет Для того, чтобы получить монеты, нужно их нафармить Либо приобрести Ну, скажите, вопрос Вы вложили деньги в состав Вы думаете, бляха, как мне избавиться от того соседа Который постоянно заходит к вам на состав И постоянно все меняет под себя А также, может, еще квиксельнуть То, что вы взяли и себе сделали А самое такое смешное то, что, например Вы себе накрутили FIFA Points, либо монеты Он тупо взял И в момент того, когда вы хотели открыть Вот эти вот заветные паки Ради которых вы там копили месяц, два или три Деньги для того, чтобы их взять и накрутить себе на аккаунт Он берет и вместо вас открывает вот эти вот наборы И кайфует от них Вот скажите, как это называется? Это называется Барзит находится на аккаунте Это пипец просто Вот такая проблема у многих ребят, которые покупают аккаунты с рук Я вам объясню, как можно предостеречь себя от покупки таких аккаунтов Что нужно делать Да и вообще, как нужно приобретать аккаунты, чтобы не повторить таких действий Но никто не застрахован на самом деле Так как в этом мире у многих действуют правила Не найбешь, не проживешь Ну, я надеюсь, что многие с вас одумаются То, что, ну, нельзя такое делать на самом деле Друзья, вы же портите себе Репутаться, это карма ваша Если вы поступите плохо в отношении кого-то Я понимаю, что, может быть, с вами поступили плохо То вы хотели бы как можно быстрее избавиться от этого аккаунта И перепродать другому человеку Ну, блин, друзья Это карма, она возвращается Лучше такого не делать Вы просто скажите Так-то, так-то Есть паразит на аккаунте Не знаю, что делать Хочешь, забери чуть дешевле, чем я купил Ну, хотя бы вы предупреждаете человека То, что там не все ладное с аккаунтом Приведу сейчас пример из жизни Вы купили комнату В этой комнате находится всего лишь одна кровать Вы такой, спите, ни в чем не подозревая, что что-то может случиться Бах Заходит другой человек Вам в комнату Скидывает вас в кровати И начинает сам там лежать Вы в недоумении поднимаетесь Как такой сильный богатырь Берете его за шкибар и говорит Ну, сбрысь отсюда Вы бросаете его И сами ложитесь на кровать Я-то понимаю, конечно, что вы там ему дадите пиздюлей Но он вас сбрасывает Вы его сбрасываете с кровати И вы в этой комнате уже находитесь не одни А с кем-то еще Вот так вот вы взяли и купили аккаунт За полцены Реально, которые продают адекватные продавцы Которые готовы предоставить вам, например, свой паспорт Стереться с вами в реальной жизни Чтобы и вправду доказать то, что они намерены продать И там не будет никаких конфликтов входа Либо еще какие-то проблемы Которые сопровождают при продажах аккаунта Я вам расскажу, каких именно принципов я придерживаюсь При покупке аккаунта у незнакомых мне людей Первое Страничка ВКонтакте Я покупаю только у страничек ВКонтакте Где находятся его все родственники Где я вижу его все фотографии Чтобы я понимал, что это не какой-то фейк там созданный Для того, чтобы просто-напросто взять и меня кинуть Нет, такого не бывает Пробиваю всех его родственников Записываю все их ссылочки У меня есть файл Excel Где видны все люди, которые знакомы с этим человеком Которые с его же города Второе Вы берете у него документы Для того, чтобы понимать, что это и вправду не фейковая страничка Он, конечно, может верхний код стереть Чтобы вам его не было видно Чтобы вы не понимали Именно какая серия это паспорта И так далее Но фамилия, имя и город проживания Чтобы там 100% были Чтобы понимали мы Что нас не хотят обмануть Третье, я думаю, что у вас это будет сложнее сделать Нежели мне это сделать С другими ребятами Которые собираются продавать свои аккаунты Я прошу, чтобы они сфотографировались С своими документами И тогда вы уже понимаете на 100% То, что человек, сфотографировавшись С своими документами Что не будет вас обманывать Хотя, конечно, все может быть Но чаще всего люди, которые Прошли вот эти первые два пункта И третий прошли так же То им вообще никакого нет смысла обманывать вас Если у вас есть все их данные Вы можете связаться с ихними Родственниками У вас есть переписка ВКонтакте Вы можете обратиться напрямую К правоохранительным органам Конечно, не все могут этим заниматься Но чаще всего люди не любят этого Я думаю, что никто не хочет иметь Проблемы с полицией Четвертое, самое легкое Это для тех ребят, которые находятся В одном и том же городе Вы можете просто-напросто взять и встретиться Проверить все Уточнить Посмотреть, как там все действует Посмотреть этот весь аккаунт Узнать, что, как Но заранее вам хочу сказать То, что у 95% людей У которых вы попросите удостоверение личности Они вам откажут Даже не по причине того, что они хотят вас кинуть А по причинам того, что просто-напросто вам могут не доверять Ну что, теперь настало то время Когда я готов затестить состав, который я приобрел Для начала я хотел бы начать с состава, который находится на этом аккаунте На воротах стоит Лев Яшин На позиции ЛВ Криштиану Роналду Оуэн На ПВ Лэнс ЛП занимает позицию Сон СОП 5 у нас А на позиции ЦАП наш волшебник Рональдиньо На позиции ПП Алисандрини со своей красивейшей карточкой Ну и позиции центральных защитников, как всегда, занимают Мальдини, Фердинанд и Карлос Пуёль Итак, переходим после этого к резерву Резерв вы можете сразу заметить то, что богатый Вот смотрите Дели Али, КК, Марадона, Пирло, Акоста, Джан-Луиджи Буфон Баппе, Серхио Рамос, Степаненко, Тиаго Сильва Абате, Рональдиньо, Мальдини, Инзаги, Инзагик, Гулит, Окоча, Оуэн Блин, тут столько всего есть на этом аккаунте Вы себе даже не можете представить Это офигительный аккаунт Переходим к усилениям навыков И смотрим то, что здесь все усиления элитные Чем выше уровня у вас усиления, тем лучше игроки ваши будут прокачиваться И выше, соответственно, будут иметь рейтинг свой Так что, друзья, основное, чтобы у вас были хорошие усиления И хватало вам монет, для того, чтобы эти усиления прокачивать Так как без монет, ну, сложно в этой версии игры И также FIFA Points Нужны для того, чтобы вы могли поднять свой аккаунт И сделать из него конфетку На этом аккаунте все кампании пройдены И поэтому покупатель, который в дальнейшем купит этот аккаунт Останется им доволен Так как аккаунт, и вправду зашибенный То, что здесь есть, можно с легкостью сделать с этого аккаунта Рейтинг 111, либо 112 Так как все те игроки, которые здесь находятся Их можно кормить друг другу А чем больше мы будем кормить Соответственно, тем выше будет рейтинг наших игроков А, соответственно, если у нас высокий рейтинг игроков То тогда Рейтинг нашего общего состава Будет выше и выше Теперь я хочу затестить этих парней в режиме атаки И посмотреть, насколько они будут хороши Мы находимся в дивизионе чемпион Вот чем огромная особенность Даже если мы находимся в чемпионах Чаще всего нам будут попадаться ниже рейтинги Криштиану Роналду забивает Красивейший гол Из-под угла Рональдинио Девяточку Оуэн сумел обойти Мальдини и забить третий гол Оуэн, давай, давай, давай Кстати, Оуэн даже очень неплох на самом-то деле Криштиану Мальдини вообще никак не может подействовать на нашу Криштиану Роналду Замыкает пятый гол Рональдинио Рональдинио 6-1 Волшебник без спору В этой игре то, что его карточка утворят Это просто шикарно 5 Замыкает 7-2 Отличный момент Лэнс 8-2 Ой-ой-ой-ой-ой На последних секундах забивает Рональдинио Девятый гол Соперник нам сумел забить всего лишь 3 гола Вот как вы считаете, за какую сумму я купил этот аккаунт И за какую сумму я сумею его перепродать Если мы наберем 4000 лайков под этим видеороликом То я вам раскрою секрет За сколько я его купил И сколько я заработаю на этом аккаунте В общем, друзья, если вы хотели бы, чтобы я часто покупал различные аккаунты Тестировал эти составы Показывал, что нужно делать для того, чтобы вас не кинули То, пожалуйста, не забудьте подписаться на мой канал Лепить здесь множество лайков А также написать какой-то приятный комментарий Ну а с вами был, как всегда, ваш Ваткапуста И до скорых встреч Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА